Мы никогда не забудем то насилие, которое творилось на улицах наших городов. От несправедливой жестокости погибли белорусы, сотни пострадавших, избитых, истерзанных людей. Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Я выбрала больше не молчать о том, что происходит. Не ждать, пока другие борются за лучшую жизнь. Меня зовут Елена Левченко. Я мастер спорта международного класса, участница двух олимпиад, бронзовый призер чемпионата Европы, финалистка женского МБА и лучшая центровая чемпионата мира 2010 года. Меня зовут Екатерина Снытина. Я капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участник двух олимпийских игр. За свою жизнь я никогда не голосовала на выборах. Всегда считала, что мой голос ничего не решит. Но этот август изменил мое мнение о самой себе. Вы все видели фотографию, которая появилась спустя пару дней после голосования. Дедушка, сжав кулаки, стоит напротив бойца ОМОНа. Увидев ее, я поняла. Я боюсь не того, что мой голос ничего не изменит, как я сама себя успокаивала, а того, что если хотеть чего-то большего для страны, для себя как гражданина, то станет только хуже. Что если пойти против системы, то эта система меня сломает. Но мы все в этой жизни делаем выбор. И я выбрала больше не молчать о том, что происходит. Не ждать, пока другие борются за лучшую жизнь. А как этот дедушка, сжав кулаки, с решимостью на лице, хоть и страшно, но стоять за свое право хотеть перемен. За право на лучшую жизнь. Меня зовут Степан Попов. Я чемпион мира, Европы, первых европейских игр, заслуженный мастер спорта по самбо, лауреат конкурса «Триумф героям спорта», обладатель мирового диплома «Файрплей». Поступок, за который я был удостоен этой награды, набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев. Со всего мира писали, что белорусы – это честные, справедливые и мирные люди. Хочу обратиться ко всем представителям единоборств. Мы с вами крепкие ребята и можем постоять за себя и наших близких, когда на нас кто-то нападет на улицы. Но сейчас это делают те, кто должен нас защищать. Да еще бьют с невероятной жестокостью. Калечат, ломают, насилуют, стреляют. Но какими бы мы ни обладали титулами, использовать наши навыки в ответ мы не хотим. Все это перевернуло мое сознание. Многие из этих ребят делили с нами залы, ринги, татами, борцовские ковры. Там мы были равными, там были правила. Было уважение и побеждал сильнейший. Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Это сложно понять и нельзя простить. И очень хочется верить, что те из них, у кого есть честь и совесть, сделают правильный выбор. Покаяться в содеянном пока не поздно. Еще мне очень жаль, что люди разделились. Некоторые из наших спортсменов, с которыми я хорошо дружу, остались равнодушными. Ребята, я также ценю и уважаю вас, как и прежде. И мне тоже хочется, чтобы это поскорее закончилось. И мы зарабатывали медали для нашей любимой страны на международной арене. Но сейчас уже не идет речь, кто за и кто против. А речь идет о справедливости, свободе, правах человека и честной игре. И невозможно сейчас просто взять и продолжить тренироваться, как ни в чем не бывало. Какой смысл? Самозащита бессильна против беззакония. Мы можем и хотим защитить наших детей и родителей по закону и справедливости. Но сейчас этот закон не работает. Найдите в себе силы посмотреть правде в глаза. За вас это никто другой не сделает. Я Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию. Спорт — это не профессия, это образ жизни. И все спортивные принципы работают и в ней. Сила воли, отвага, честь — это то, что помогает нам победить чисто и честно. За нарушение этих принципов вылетают соревнования. Хуже того и с командой. Не можешь придерживаться этих принципов? Тебе не место в спорте. В этот решающий момент для нашей страны, для нашего народа, каждый белорусский спортсмен должен задать себе вопрос. Достоин ли я отстаивать честь своей страны, если я не могу отстоять свою? Мы — свободное объединение спортсменов Беларуси. Присоединяйся. Меня зовут Константин Яковлев, главный тренер гонбольной команды «Витязь», мастер спорта, чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Я хочу обратиться к спортсменам. Своим друзьям-гонболистам. Скажите, для кого нужен спорт? Для кого мы играем? Лично я считаю, что мы играем для зрителей, для болельщиков, для нашего народа. А нашего болельщика сейчас избили, унизили, оскорбили. Еще и обманули. А разве сейчас не то время, когда мы должны стать на сторону болельщика? Сами стать болельщиками. В глазах болельщика спортсмены — это герои. Так сделайте так, чтобы нам с вами в нашей стране было для кого играть. Я отец троих прекрасных детей. И я не хочу, чтобы мои дети жили в стране угроз и запугивания, унижения и пыток принудиловки. Спортсмены, мы все одна семья. Давайте поддерживать друг друга и жить в стране, где существует правило фэйрплей. Меня зовут Артур Удрис. Я член национальной сборной Республики Беларусь по волейболу. Я бронзовый призер клубного чемпионата мира, российской суперлиги, Кубка Южной Кореи, Кубка и чемпионата Катара, трехкратный чемпион Беларусь. Я знаю, что большинство спортсменов против. Против насилия, против того, что сейчас происходит в стране. Я знаю, что многие боятся. Боятся потерять теплое место. Боятся потерять деньги и социальный статус. Я верю, что для большинства из нас есть вещи куда важнее, чем деньги. Для меня это такие вещи, как человеческая жизнь, справедливость, желание смотреть в глаза своему ребенку без стыда, желание смотреть на себя в зеркало без отвращения, гордость за собственный выбор. Ребята, теми, кто мы есть, нас делают не деньги и не социальный статус. Теми, кто мы есть, нас делают наши поступки. Не бойся, не молчи и будь с нами. Меня зовут Елена Левченко. Я мастер спорта международного класса, участница двух олимпиад, бронзовый призер чемпионата Европы, финалистка женского НБА и лучшая центровая чемпионата мира 2010 года. Каждый спортсмен, представляющий свою страну на международных соревнованиях, знает, как важна поддержка болельщиков, своих людей. Без них спорт был бы невозможен, не было бы ни достижений, ни наград. Несмотря на боль, страдания и ужас, который пережили мы все в этом августе, сегодняшние белорусы восхищают и вдохновляют меня. Я чувствую неподдельную гордость и в то же время ответственность. Наступило время, когда мы, белорусские спортсмены, становимся болельщиками для своего народа. Я рассчитываю на вашу солидарность, коллеги. Мы, свободное объединение спортсменов Белоруссии. Присоединяйтесь. Меня зовут Никита Мещеряков. Я член национальной сборной Белоруссии по баскетболу 3х3, призер европейских игр, а также восьмикратный чемпион Белоруссии по баскетболу. Друзья, я не могу оставаться безразличным к тому, что происходит у нас в стране. Насилие, беззаконие, давление и угроза увольнений. Долгое время мы с гордостью представляли Белорусь на международной арене. Нас поддерживали наши люди. Сегодня мы не можем остаться в стороне и не поддержать их в ответ. Нашим словом, нашей позицией. Я знаю, что многие спортсмены без больших регалий думают, что их мнение не важно. На самом деле сегодня важно каждое мнение. Потому что человеческое достоинство превыше всех наград. Мой детский тренер говорил, палец легко сломать, а кулак невозможно. Вас пятеро на площадке. И когда вы едины, вы действуете как кулак. И вы непобедимы. Так вот, нас гораздо больше. И мы с народом. Меня зовут Надежда Стопчук. Я чемпионка мира, Европы, заслуженный мастер спорта и рекордсменка Республики Беларусь. Вы призёры и чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Но и звание, которое выше любых титулов и дороже всех наград. Много лет назад мой тренер рассказал мне замечательные слова. Спортсменом можешь ты не быть, но человеком быть обязан. От несправедливой жестокости погибли белорусы. Сотни пострадавших, избитых, истерзанных людей. Людей, которые болели за нас и радовались нашим победам. Людей, которые лечили нас и восстанавливали нас от травм. Людей, благодаря налогам которых мы можем заниматься своим любимым делом и воплощать свои мечты. Насилие не обошло стороной наших коллег. Пострадали тренеры, атлеты и работники спорта. И сейчас ваши слова поддержки очень важны для них. Чемпионский характер не может позволить остаться в стороне и промолчать. Сегодня важно как никогда быть человеком смелым. Быть человеком с большим и добрым сердцем. Быть человеком с большой буквы. Меня зовут Егор Мещеряков. Я чемпион Европы, чемпион Республики Беларусь, Украины, вице-чемпион России по баскетболу. Баскетбольная общественность пять раз признавала меня игроком года в Беларуси. И на мне форма сборной, которой я посвятил 20 лет своей жизни. И обращаюсь ко всем вам, кто долгие годы с честью и достоинством представлял нашу Беларусь на внутренних и международных аренах. Настало время показать, что нас этого достоинства не лишили. Настало время показать, что мы с народом. И мы часть этого народа. Мы никогда не забудем то насилие, которое творилось на улицах наших городов. Мы никогда не забудем те крики боли, которые доносились из места заключения. Сегодня не может быть половинчатой позиции. Мы уже прошли точку невозврата. И наша нация стала другой. За эти дни августа 2020 года. У многих из нас сердце болит за родину. Но я вижу, как беларусы возродились. Просто посмотрите вокруг на искренние и счастливые глаза людей. Многим непросто выразить свою позицию. Присутствует страх. Но страх – это иллюзия. Мы – свободное объединение спортсменов Беларуси. Присоединяйся. Живе, Беларусь!